Лева. Рассказываю дочке, как я вчера чуть руку не сломала в ванне. Ну и вообще, конечно, хорошо, что это не случилось, а то конец моего сезона был бы и рабочему, и любому. Приехали мы в Ново-Винодольске. Просто, ну так получилось. Надо было кое-что мне сделать. Я проверила информацию на интернете. Пишет, что нормально работает почта до 8 часов. Ну и как бы в сезон вообще все работает дольше. Оказывается, информация на интернете не точная, а почта работает до 7. Ну нормально, конечно. Ну ладно, придется, значит, завтра в Цреквеницу и свои дела заканчивать. И так, и так мне надо было еще дополнительно в один банк заскочить. Она сама трясется, это не я. В общем, в центре снимать я не стала. Людей очень мало, почти нет. Нет, сегодня был муж. Также в Новом, но не в центре, а в этой. Это называется Брибирская плажа. Я как-то снимала там. В прошлом, кстати, году до начала сезона. Людей, ну очень-очень мало. Вот мы сейчас проходим возле дороги, где обычно там тусовка, массовка, почти никого нет. Но мы не смогли зайти, попасть на... Ну, в смысле, мы попали на почту, но там 2 минуты до закрытия. Но зато зашли в магазин наш от Борова. Ну, правда, там уже не то, что хорватские продают. Там всякие разные вещи продают. Но вот прикол. У них снижение на обувь. На всякие там тапочки, чешки. Эти сандалии пляжные. И получается, ну они как бы резиновые, прорезиненные. Есть анатомические, разные. Хорошие, могу сказать. Не вся обувь идеальная у них, но эти как раз хорошие. И большие снижения. И вот купили дочки. Давай покажем вот так вот, быренькая. Вот такие вот красивые. Нежные, прикольные. И я себе черно-белые купила уже третью пару за лето. Просто я как-то неудачно все беру. Они так аккуратненько. Вот. И около 10 евро, короче, стоит. Но если хочешь прям хорошие такие. Там с какими-то резинами, специальными прокладками. Еще со всякими там делами. Ну где-то сколько? Ну 20 евро максимум. Ну реально хорошая обувь. Даже лучше, чем, например, в аптеке, когда покупаешь анатомическую. Давай мы здесь, наверное, пройдем. Чтоб не по солнцу. Так, сейчас машина приедет. Сто лет здесь не были. Ой, да здесь раньше вся что угодно было. Да, здесь раньше была детская площадка. Потом мы это закрыли, сделали парковку. Вот это здание, где я показывала уже администрация была. Чуть какой-то вообще все разваленное вокруг. Без понятия вообще, там есть какая-то администрация или нет. Да нет, наверное, там уже ничего. Чуть заросло все. Какая тут администрация. Тут не была администрация города. Тут было это. По отелям, по апартаментам. Они брали себе места. Да, но поскольку развалились эти отели, новый спа конкретно говорю, развалился этот. Я иду, у меня сумка по коленям долбает с обувью. Ну, тут вообще все заросло внутри, конечно. Такая красивая поляна, такое солнце. В общем, что я хотела еще сказать. Сегодня первый раз будет вот это вот Околоторно. Околоторно, как там правильно? Это, короче, ходят в народных костюмах. Одежда, такие старинные, типа короли-королевы. Вот будут выступать, показывать город. И мы, в общем-то, я поснимаю потом. Я надеюсь, что не будет слишком темно. Но обычно это хорошая такая манифестация. Интересная, веселая. Не знаю, сколько будет вообще сейчас людей в этом участвовать. Потому что конкуренция. Домик, да, домик развалился, как и весь туристический сезон Хорватии. Да и вообще везде. Съехал, да, 10 лет съезжает крыша у домика. А вообще там есть или нет? Ну, наверное, кто-то жил. Сейчас, смотри, как запущено. Тут дом сам уже развалился, не то, что этот домик. В общем, сегодня сидели на пляже, на Сельцах. Как получилось, мы подходим уже второе утро. А там с 12 где-то до 5, наверное, берут за лежаки. Почему-то, не знаю почему. Ну-ка, иди с этой стороны, с моей, котик. Вот с этой, с левой. И тут такая вонищая, да, ты ощущаешь запах странный? И мы, короче, это самое... Тут уже такой подозрительный, тут так воняет сильно. Покиньте, тут обновили внизу отель, а такая вонищая. Я не знаю, сможем ли мы вниз спуститься, кстати, о птичках. Ну, попробуем. Тут такую систему дурацкую сделали, какую-то непонятную. В общем, приходим мы на пляж, садимся на лежаки, но мы их не занимаем. Как бы, что они свободные, просто, ну, никого нет. Классно, приятно. И к нам никто не подходит. Ни заплатить, ни оплатить, ни люди, которые хотели бы сесть. Ну, мы вокруг раскидали вещи там. Ну, как раскидали? В шахматном порядке. Ну, и отдыхаем. И мы уже как раз собирались уходить. Подходит этот парень, которому платят. Он 120 куна, типа. Я говорю, а, за что? Ну, типа, за лежаки. Я говорю, ну, вообще-то мы ими не пользовались. Он такой смотрит, у нас полотенца по ним уже растянут. Ну, как просто мы вытирались и кинули на них. Я говорю, ну, нет, мы не пользовались, мы уходим. Он такой, ну, извините, конечно, ну, типа, ладно, все. Ну, вы уберете же вещи? Говорю, да уходим мы, типа, все. Я думаю, блин, конечно, люди, которые, может быть, хотели бы, да, если бы хотели, заняли бы место. Вот. Ну, получилось, конечно, прикол. Вроде мы такие использовали несчастного человека, а и не это самое, не оплатили. Ну, нет, утром реально мало людей. Ой, тут все засохло, не поливает, система, наверное, не работает. Мало людей. А, и самый прикол-то я не рассказала. Да, расскажу, это про славянцев. Смотрите, как носят это самое. Пельмени этот. Ты не смотрела, это на несколько точек в Сельцах тоже. Приколюха. Вот, короче, игра во всем. В прошлом году поправляли вот эту штуку наверху бассейна. Вот это и вообще это было, типа, пишет гости отеля. Там какая-то была заморочка, что я вылезть не могла выйти. Сейчас посмотрим, смогу или нет вообще. Ну, бассейн вроде неплохо выглядит. Раньше он был полностью бесплатный. Сейчас вообще без понятия, как это идет дело. Потому что мы раньше заходили, ныряли, плавали. Была часть детская. Не знаю, как есть сейчас такой, что где-то мельче. Вот. Где-то детская, где-то взрослая. Сейчас мы спустимся вниз, посмотрим, что тут возле моря как. Так. Так. Так.